Привет! До мотосезона еще несколько месяцев, а компания Motostrong уже расширяет ассортимент мотоциклов. Мы сами привозим байки из Европы, отдаем предпочтение экземплярам с минимальным пробегом и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам, любым проверкам и продаются со всем комплектом документов. Обязательно позвоните нам по контактам из описания. Наши ребята ответят на все ваши вопросы, помогут с доставкой, также с виртуальным обзором мотоцикла и с хранением. Все будет четко. Ну а прямо сейчас мы разберем надежнейшую АКПП от Toyota 2000-х годов. Итак, встречаем U241E. В конце 90-х годов на автомобилях Toyota и некоторых Lexus появилась новая трансмиссия для поперечной установки с двигателем, с полным и передним приводом. Фактически эта коробка была создана компанией Aisin и устанавливалась на двигатели с объемом от 2 литров до 3 литров. То есть не только с четырехцилиндровыми, но и с V6. Сегодня мы будем разбирать последнюю версию этой коробки U241E, снятую с Toyota Previa 2002 года. Помимо минивэна Previa эта коробка устанавливалась на RAV4, Highlander, Alphard и Camry с двигателями 2.0 и 2.4 серии AZ. Коробка U240, U241E и ее версия U140 для двигателей V6 была создана с учетом трансформации в пятиступенчатую. Поэтому здесь три планетарных редуктора, три пакета сцеплений, три пакета тормозов и две обгонных муфты. Как и многие коробки для поперечной установки, данная трансмиссия двухуровневая. Первый уровень – это входной вал, второй уровень – промежуточный вал с ведущей шестерней главной передачи в гидроблоке 5 соленоидов. Все эти четырехступенчатые трансмиссии заправляются трансмиссионной жидкостью Type-T4. Заправочный объем 8,5 литров. Через сливное отверстие удается слить 3,3 литра. Частичную замену масла надо проводить каждые 60 тысяч километров. Каждые две замены надо поменять фильтр, который становится доступен после снятия поддона. При замене масла, если масло грязное и имеет характерный запах ГАРИ, то тогда надо задуматься о переборке гидротрансформатора, а также отправлении трансмиссии на профилактический ремонт. В данную АКПП подойдет трансмиссионная жидкость OREOL ATF Multi-Type AA производства Бельгия. Выгодно ее приобрести вы можете у нашего партнера – компании Armtec со скидкой 10%. Просто назовите промокод STRONG при заказе. Скидка действует не только на OREOL, но и на весь ассортимент новых запчастей в сети магазинов Armtec. Кстати, Armtec является эксклюзивным дистрибьютором OREOL в Республике Беларусь. Все ссылочки и подробности в описании. Данная трансмиссия, особенно в поздней улучшенной и усиленной версии, служит очень долго – порядка 500 тысяч километров, особенно с двигателями четырехцилиндровыми. А вот двигатели V6 для нее тяжеловаты, служит примерно 300 тысяч километров. Многие владельцы Toyota RAV4 с этой трансмиссией начала 2000-х годов столкнулись с ее преждевременным износом. Это выражалось в невозможности переключаться на повышенные передачи, появлялись толчки при переключении, а также пробуксовка на первой передаче. Виновником скачков давления АТФ явился блок управления с некачественной заводской пайкой. Чтобы решить проблему по пинкам коробки передач, надо перепаять блок управления. Вообще, по этой проблеме для кроссоверов RAV4, выпущенных с 2000 по 2005 год, компания Toyota выпустила специальный сервисный бюллетень, где рекомендовала сбрасывать адаптации, а также описала процесс прозванивания соленоидов и проверки проводки. Если адаптации сброшены и с соленоидами все в порядке, а пинки продолжаются, то тогда Toyota рекомендовала менять ЭБУ. Отметим, если ЭБУ неисправен, то при отключении электроразъема коробка может включить заднюю передачу. Если задняя передача не включается, то скорее всего проблема в гидроблоке. Муфта блокировки гидротрансформатора задействована на третьей и четвертой передачах. Из опыта замена накладки муфты блокировки может наступить при пробеге в 300 тысяч километров. А если мотор четырехцилиндровый, то и через все 500 тысяч. Ну а сегодня в разборе этой коробки нам поможет гроза тормозных лент и фрикционов. Встречаем, Серега. Привет. Мы начинаем нашу разборочку. Масляный фильтр в металлическом корпусе. Серега устойчивый, не вскрываемый. Внутри находится металлическая сетка. Невооруженным взглядом мы видим, что стружки там нет и стружки нет на магните в поддоне. Гидравлический блок трансмиссии U241E отличается наличием трех позиционных соленоидов. У этих соленоидов расширенный функционал. Например, соленоид DSL, который управляет муфтой блокировки гидротрансформатора, задействован во включении заднего хода и режима L. Из-за грязного трансмиссионного масла шток этого соленоида подклинивает, и тогда возникает отчетливый пинок при переключении с первой на вторую передачу, а задний ход может и вовсе не включаться. Другие проблемы в виде обрыва обмоток соленоидов и износы золотниковых клапанов встречаются на данной трансмиссии очень редко или на очень неухоженных автомобилях. Задняя крышка на трансмиссии U241E и ее ранних вариантов является опорой для барабана Direct и входного вала. Со временем тефлоновые кольца разбивают свои канавки, и это приводит к дефициту давления, которое подается к сцеплению Direct. При этом появляется пробуксовка на третьей передаче и иногда не включается задняя. Чаще всего эта проблема возникает на тяжелых автомобилях. Тефлоновые кольца могут прогрызть канавки в самом барабане Direct. Вместе с этим может понадобиться замена обрезиненного поршня в барабане. В нашем случае крышка и барабан Direct в первозданном виде – это неудивительно, потому что именно эта модификация трансмиссии работала только в паре с четырехцилиндровыми двигателями. Естественно, в барабане Direct пакет сцепления Direct используется на третьей и четвертой передачах и на заднем ходу. Состояние идеальное. Следующий пакет сцепления Second Brake используется на второй передаче. Состояние тоже идеальное. Следующий пакет сцепления Low Reverse Brake используется на первой передаче и заднем ходу. Состояние тоже отличное. А вот, собственно, почему эта коробка двухэтажная. Первичный вал, вторичный вал и главная передача с дифференциалом. Износ втулки маслонасоса возникает на фоне загрязнения трансмиссионной жидкости, а также последних дней жизни гидротрансформатора. В нашем случае втулка в идеальном состоянии. На первый взгляд маслонасос выглядит хорошо, но при ближайшем рассмотрении на статоре и на шестернях видны борозды. Видать, какой-то мусор все-таки сюда попал. Сцепление Forward используется на всех передачах переднего хода. Состояние тоже отличное. Планетарный ряд output трансмиссии U241E бессмертен. А вот на ранних экземплярах трансмиссии U140 изнашивались оси сателлитов. Увеличивался и колебался зазор между ними коронной и солнечной шестерни. Это приводило к износу всех шестерен. Также изнашивался корпус в тех местах, где перекошенные сателлиты его касались. Следовательно, появлялась стружка в масле, с которой изначально прекрасно справлялись магниты. Если стружка присутствует в масле, а также фрагменты шестерен, это приводит к износу маслонасоса и компонентов гидроблока. Задний планетарный редуктор изнашивается очень редко и только из-за проблем с передним планетарным редуктором. В нашем случае мы не видим серьезного износа и перекошенных сателлитов. А вот на обоих солнечных шестернях при ближайшем рассмотрении видим минимальный износ. Ну, с таким износом коробка еще 1200 точно прошла. Вот третий планетарный редуктор. Находится он на вторичном валу. С ним ничего плохого не случается. Управляется двумя фрикционами. Вот один из них – пакет сцеплений Underdrive. Самый ненагруженный, потому что используется только на четвертой передаче. По состоянию все отлично. Серега вытряхнул последний пакет фрикционов – тормоз Underdrive. Это самый нагруженный пакет, потому что используется на всех передачах, кроме четвертой. Но по состоянию у нас тут тоже все прекрасно. Ну что, разборка трансмиссий в прекрасном состоянии закончена. Серега, резюмируй. Данные трансмиссии У240Е, которые устанавливались на двигателе четырьмя цилиндрами, довольно хорошо себя зарекомендовали. Помню, были времена, приезжали RAV4 конкретно с проблемой по электронике, блок управления. Также эти трансмиссии, которые устанавливались на двигателе V6, часто приезжали с проблемами по планетарным рядам, то есть упиливались просто в хлам. Спасибо. Пожалуйста. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас только отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова